Всем привет дорогие друзья! Рад приветствовать вас на канале Амигон и это Х2 Дед, как мы с бабушкой сражались. Анимация. Боюсь представить, как мы смогли сражаться с бабушкой. Давай посмотрим. Куда лезешь, щенок? На, собака, на! Шлялись мы как-то с кинтом по соседнему двору и случайно воскнулись на почти уже спелую черешню. Думаем, о, ща пожрем. Но как только мы... Что мне кажется, или тихо, а не тихо, нет, нормально. Заползли на дерево. Как видим, а к нам так медленно-медленно чешет какая-то старая чапа с палкой. И начинает что-то там бухтеть. Типа это мое дерево, я его в нацетом году лично сажала, и поэтому все, что на нем растет, все мое. Мы с кинтом переглянулись и думаем. Эти бабули реально очень странные, их надо не поймешь, о чем они думают вообще, в принципе. Да пусть себе бухтит. Че этот мешок с костями, с которого уже песок начал сыпаться, нам сделает? И я ей культурно так говорю. Бабуля, можно мы тут совсем немного черешень поклюем и сразу же уйдем? Но эта старая корга подтягивает свое туловище к нам, открывает широко свой жевательный аппарат, и как начнет... Ах вы ж! Я вам сейчас... Понимаю. Еще раз вас подвижу и... Вы меня поняли, овцы не брищи? Жесткая бабуля, жесткая. Едрить, колотить. Я аж чуть с дерева не упал. Ничего себе, бабуля божий одуванчик, подумал я. В общем, отбежали с кентом немного подальше. Стоим, пытаемся понять, что мы только что услышали и на каком это было языке. У кента как будто не прическа, а как будто что-то на голову ему какая-то клякса упала там и растеклась. Не, ну ты слышал? Ты слышал это? Ты слышал это? Хотя да, че я начинаю? Иксдед вообще на анимации лысый. Слышал. Конечно же, так это оставить мы не могли. Подождали, пока эта телега уйдет к себе домой. И потихоньку, не спеша, подкрались к дереву. Но как только я начал залазить на дерево, а этот старый гуманоид... Старый гуманоид. Туда лезешь, щенок? И палкай мне по горбу. На, собака, на! Дня три мы пытались поесть там черешень, но всегда эта старуха, как сторожевой пес, не давала нам этого сделать. Для бабули, а? Стоим, думаем, не, ну спать-то она ночью точно должна. А так как ночью черешни рвать не видно, мысля пришла сама. Короче, встали мы в пол пятого утра, родакам сказали, что идем на рыбалку, а сами пока все еще спят, и этот гуманоид тоже, пошли жрать черешни. Не тут-то было, по-любому. Но просто пожрать нам... Но старики рано утром встают, я по-любому уверен. ...было уже мало. И нужно было как-то наказать эту бабень. Короче, решили мы полностью обнести все дерево. А чтоб жизнь этой старухе совсем медом не казалась, когда ели черешни, то косточки собирали в пакет. И уже днем, когда эта чапа вышла на свой пост и увидела, что ее черешню кто-то полностью обчистил, подходим к ней и со словами «держи свои черешни», высыпаем все косточки перед ней. «Стоим ржом, и тут я вижу, что что-то идет не так, и у этой бабки глаза начинают как-то подозрительно краснеть». «Е-де-рить-мады-рить». Тикай, тикай, тикай. «Она как с цепи сорвалась». «Кент бежит, я бегу, оборачиваюсь и вижу...» «Вот чёрт!» «И тут у меня вся жизнь перед глазами пролетела». «Этот старый мешок с костями в три раза быстрее нас бежала. И, конечно же, догнала». «Я боюсь представить, как она бежала». «Ну а дальше как-то стыдно вспоминать». «Терминатор, бабуля-трансформер». «Но двор тут мы с Кентом еще очень долго обходили стороной». «Я боюсь представить эту бабулю. Реально, так как он нарисовал её. И если она реально так бежала, я бы прям, не знаю, в детстве, наверное, что-то наложил бы. На своих маленьких коротеньких ножках убегаешь, а за тобой бабуля просто «А ну иди сюда!» «Сюда иди!» Слушай, ребята, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, кто не подписан. Увидимся в следующем видеоролике. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok